Следующее сообщение. Концепция и технологии симуляционного и дистанционного обучения медицинского персонала МЧС России. В течение 20 минут два садокладчика по 10 минут. Профессор Рыбников, Виктор Юрьевич, заместитель директора ВЦЕРМ, и профессор Хохлов, заведующий каведрой хирургии и инновационных технологий Института ДПО экстремальной медицины ВЦЕРМ. Пожалуйста, Виктор Юрьевич. Да, я попрошу Алексея Валентиновича через 5 минут подойти ко мне, я буду знать, что мое время уже подошло. Уважаемые коллеги, среди тех основных видов деятельности, которым занимается наш центр, это образовательная аспирантура, адиантура, дополнительное профессиональное образование. У нас есть лицензия. В приложении к лицензии значительно расширены группы специальностей, по которым мы можем проводить подготовку. Они здесь представлены. Это 18 специальностей ординатуры, дополнительное профессиональное образование. В 2012 году мы создали структурное подразделение нашего центра, Институт дополнительного образования экстремальной медицины. Это сегодня три кафедры, учебный отдел. Концепция организации образовательного процесса нашего центра. Высшее образование, аспирантура, ординатура – это штучный товар, подготовка кадров для себя. Мы тщательно отбираем кандидатов. Преподавателями являются заведующие клиническими подразделениями, главные специалисты МЧС и последующее трудоустройство для обучаемых в Овцерме. Акценты на фундаментальность базового сообразования с выраженной практической ориентацией на формирование профессиональных компетенций. Для этого, естественно, нужны новые передовые технологии, в том числе в виде симуляционного обучения. Важный этап или компонент – дополнительное профессиональное образование – это профессиональная переподготовка и повышение квалификации. Ежегодно на базе нашего центра более 200 человек из состава медицинского персонала МЧС проходит повышение квалификации, в том числе сейчас они присутствуют в зале. Всегда возникает вопрос, как сократить время на повышение квалификации, как обеспечить качество образования при этом. Ограниченность финансовых средств на суточное проживание в региональных центрах, в главных управлениях дают предпочтение технологиям симуляционного и дистанционного обучения. Ну, симуляционное обучение, симуляция – это притворство, да, за этим стоит уголовный кодекс, симуляция болезни и так далее, да, но оно прочно вошло в медицинский обиход, здесь есть его определение, и в настоящее время оно является обязательным компонентом профессиональной подготовки. У нас четыре симуляционных центра, это симуляционный центр эндовидеохирургии, профессор Хохлов даст подробную его характеристику, это симуляционный центр для среднего медицинского персонала, скорая и неотложная помощь, это симуляционный центр для подготовки авиамедицинских бригад, и мы создаем симуляционный центр, он сейчас представлен только классом, для подготовки медицинского персонала МЧС к традиционным авариям. Симуляционный центр эндовидеохирургии открыт в день рождения нашего центра 3 года назад Те высокие технологии, которые используются в нашем центре Основа их высокий уровень профессионализма Основа качества оказания помощи и симуляционное обучение В том числе предназначено для отработки навыков наших хирургов Один факт только отражу В 2015 году в Лондоне наш врач-уролог Гаджиев Нариман Казиханович Занял первое место в эндоскопическом состязании хирургов-урологов Всемирного эндоурологического общества по удалению камней почек на эндовидеосимуляторе Он достиг это с результатом 3 минуты Догоспитальный этап оказания помощи крайне важен Здесь звучали доклады Это первая помощь, которую оказывают спасатели и пожарные Поэтому мы оборудовали симуляционный центр по оказанию скорой неотложной помощи Для среднего медицинского персонала Именно средний медицинский персонал, фельдшеры, учебных центров ФПС Осуществляют обучение спасателей и пожарных основам оказания первой помощи Для этого они и сами должны ее хорошо знать и оказывать Симуляционный центр оснащен роботами, тренажерами и различными симуляторами У нас разработаны учебно-методические комплексы Которые состоят из двух частей Завочная, дистанционная часть и очная Которая проводится в центре симуляционного обучения Отшляется подготовка с выдачей соответствующих удостоверений О повышении квалификации Мы создали центр симуляционного обучения для подготовки авиомедицинских бригад В декабре прошлого года его открыли И первая группа сформирована, 9 человек, сейчас завершает свое обучение Вы можете тоже с ним познакомиться сегодня Оснащение авиации МЧС модулями медицинскими, вертолетными, самолетными Сделало этот вид медицинской эвакуации высокотехнологичным Говорилось о технологии ЭКМО И естественно это требует подготовки В том числе симуляционный центр для подготовки авиомедицинских бригад Привлекаются и Даниил Александрович Шелухин И специалисты, которые на практике осуществляют технологии использования модуля медицинских И технологии ЭКМО Здесь представлен симуляционный центр для подготовки Класс для подготовки медицинского персонала к радиационным авариям Он у нас сделан в стационарном и мобильном варианте В мобильном варианте преподаватель может выезжать в региональный центр В главное управление и проводить там завершающий этап обучения А первая часть обучения реализуется дистанционно Дистанционное обучение мы два года назад в нашем центре Открыли ряд образовательных программ Оно имеет нормативную базу Адрес системы дистанционного обучения Это сопряжено с нашим сайтом Здесь есть достижения, которые позволяют сделать дистанционное обучение Но в соответствии с федеральным законом Итоговая часть обучения всегда проводится очно И завершается итоговая тестация Здесь представлены компоненты Система дистанционного обучения Это электронные образовательные ресурсы Это тьютор, это преподаватели И учебная аудитория Известное преимущество дистанционного обучения Это лекции в режиме видеоконференции То, что называется электронные образовательные ресурсы Это веб-семинары, консультации, тестирование Итоговые промежуточные контроли Когда при определенном наборе баллов Осуществляется допуск на следующий уровень подготовки Или к следующей лекции Мы четыре года назад в Италии Знакомились с их системами дистанционного обучения Медицинского персонала И профессор Бернини, наш партнер Нам показывал эти технологии Они для нас были удивительны И прошел небольшой промежуток времени Всего лишь четыре года И мы реализовали эти технологии у себя У нас реализуются образовательные программы Организация здоровья Общественное здоровье, извините Организация здравоохранения Это профессиональная переподготовка И повышение квалификации Образовательная программа Скорая и неотложная помощь Как я говорил, для среднего медперсонала Тоже профессиональная переподготовка И повышение квалификации Образовательная программа Медицинская реабилитация Которая реализуется в том числе И мы осуществляем Два цикла провели Бывшего нашего филиала Северокавказского Специализированного Санаторно-восстановительного центра Образовательный ресурс И образовательная программа Создана по подготовке Медицинского персонала К действиям по радиационной защите Сейчас идет формирование Первой группы И проходит Есть образовательный ресурс Дистанционного обучения Для санитарной Санитарно-авиационной эвакуации Пострадавших в чрезвычайных ситуациях Ну здесь представлены Эти ресурсы С 94-го года Это менее двух лет По программам Дистанционного обучения Прошли повышение квалификации 217 слушателей Из различных регионов России Четыре человека Из Республики Беларусь Ну и простые экономические расчеты Экономии средств на проживание Суточное Позволили нам Сделать вывод О существенной экономии Финансовых средств И порадовать наших финансистов Позвольте свою часть доклада Закончить Пожалуйста Спасибо, Екатер Юрьевич Здравствуйте, уважаемые коллеги Я продолжу наш доклад Совместный На примере Покажу вам симуляционное обучение На примере класса Симуляционного обучения Для эндовидеохирургии Итак В нашем центре Уже симуляционное обучение Существует в течение трех лет Как уже сказал Виктор Юрьевич И вот одной из его части Является центр Эдовидеохирургического обучения Значит Что у нас есть У нас есть Семь коробочных тренажеров Одна стойка Настоящая Операционная С инсуфлируемым торсом Один виртуальный симулятор Ну Может показаться Что не очень много всего Тем не менее Этот класс Активно функционирует И мы За Вот этот промежуток времени Провели уже 32 Тематических занятия Общая продолжительность 180 учебных часов Это не считая Индивидуальных занятий Которые Каждый Сотрудник Церма Или Ординаторы Аспиранты Могут проводить Время в этом Симуляционном центре Реализуется обучение Также На Цикле Сертификационном Эндовидеохирургии Это обязательно Входит в программу Обучения Ординаторов Аспирантов И Наибольшей популярностью Пользуются у нас Циклы Которые проходят В течение одного дня То есть Вот такое Сжатое Концентрированное Изложение Материалы И Освоение Практических Науков По Различным Темам Начиная От базовых Науков И заканчивая Такими Курсами Адванс Хирургии Тематическими Касающимися Проведения Отдельных Оперативных Мешательств Итак Вот Тот опыт Который Мы накопили Нам позволяет Сделать Несколько Суждений По поводу Организации Симуляционного Обучения В эндовидеохирургии Прежде всего Хочется сказать О чем Что Когда Закупается Оборудование Уделяется Помещение Иногда Строятся Отдельные Здания Не учитывается Одно обстоятельство Что этого Крайне Недостаточно Для того Чтобы организовать Обучение В симуляционном Центре Сами Они по себе Симуляторы Не работают Если Скажем Этот класс Просто будет Заполнен Оборудованием Туда Никто Не ходит Как правило Как правило Поэтому Вывод Такой Что Вот этот Мальчик Симпатичный Он никогда Не станет Виртуозом Естественно Не обучится Игре на фортепиане Если не будет Педагога Который Что называется Поставит руку Учитывая Это обстоятельство Мы Все-таки Решили Что Обязательно Должны быть Занятия С преподавателем В симуляционном Центре Они должны Учреждать Вот тот Посыл Который В последующем Каждый будет Использовать Для индивидуального Обучения Если В противном Случае Исходить Из того Что каждый Сделает Должен Это Самостоятельно То не нужно Затрачивать Средства Надо сказать Что Симуляционное Обучение Дорогое Потому что Все оборудование Действительно Стоит Приличных Денег Для этого Достаточно Вот такой Бюджетный Вариант Сделанный Самим Хирургом Он стоит 4600 рублей Я проверял Вот копейка В копейку Укладывается Значит В центре Этого Обучения Все-таки Стоит Преподаватель И В концепции Которые Мы Излагаем Здесь Есть И занятия В симуляционном Центре С преподавателем Здесь Обязательно Участие В операции В качестве Ассистента И Все-таки Свой Индивидуальный Тренажер Нужен Действительно Нужен И он Должен Находиться В ближайшем Каком-то Достижимом Расстоянии От врача Это может быть Ординаторское Это может быть Дом Где проживает Сам хирург Если ему Позволяет Время Ну и плюс Всем известные Ресурсы Это Интернет Ресурсы Которые В общем-то Действительно Тоже нужно Использовать В своем Обучении Теоретическая Часть Должна Составлять Не больше Одной Четвертой От всего Времени Если Больше Время Проводить Именно Напрягая Слух То К сожалению Самая главная Цель Этого Тренинга Она Уходит К сожалению Поэтому Мы посвящаем Больше Время Практической Деятельности Работе На тренажерах И оптимальная Честность Группы Это 6-8 Человек Не потому Что у нас Маленькое Помещение Или мало Тренажеров Их хватает Но Самое Главное Это Возможность Индивидуальной Работы На тренажере Каждого Обучаемого Ну и я Посчитал Как-то раз Время Которое Затрачивает Преподаватель На ответы На вопросы Которые Всегда Возникают Каждый Задает По 5-6 Вопросов Вот Простая Арифметика Помножьте Либо Каждый Обучаемый Не получит Ответ На свой Вопрос Уйдет Без Ульдотворения Либо Вы просто Не справитесь По времени С учебной Задачей Свою Пользу Показали Вот такие Такой Прием Как Демонстрация Таких Сложных Приемов Технических На экране Монитора Когда Каждый Находясь За своим Рабочим Местом Месте Может Наблюдать И повторять Все Что делает Преподаватель На экране Очень Хороший Курс Который В общем-то Не нами Придуман Это Курс Основ Лапароскопической Хирургии Это Курс Американского Общества Колледжа Хирургов И Хотел показать Девиз Интересен Всем Через Искусство То есть Каждому Через Искусство Все-таки Американцы Признают Что Владение Эндоскопическими Науками Это Искусство Я Целиком Поддерживаю Этот Лозунг Но Здесь Видно На Диаграмме Что мы Какие показатели Достигаем За один день Мы Усовершенствуем Наши Науки В среднем На 10-15 А по Некоторым Категориям Даже На треть Улучшаем Практически Показатель Только За 8 Часов Поэтому Дополнительные Индивидуальные Тренировки Естественно Позволяют Их Отточить До Золотого Стандарта Ну Вот Извечный Скажем Такой Спор Что лучше Коробочный Тренажер Механический Он стоит Намного Дешевле Либо Виртуальный Симулятор Ну Надо сказать Что Каждый Должен Быть Использован Для своих Целей Конкретных Ну Надо сказать Что Виртуальный Симулятор Позволяет Тренировать Например Способность Ориентироваться В пространстве Действительно Это можно Только С помощью Виртуальной Реальности Воспроизвести Вот это Двухмерное Пространство Другие Приемы Например Техника Эндоскопического Шитья Она Лучше Осваивается С помощью Коробочных Тренажеров Ну и Обязательно Мы используем Приемы Которые Позволяют Нам Демонстрировать Живую Хирургию То есть Мы Транслируем Во время Наших Мастер-классов Операции Которые В режиме Онлайн Проходят У нас Операционные Для этого Есть все Возможности Это Действительно Позволяет Оживить Обучение Делать Его Таким Действительно Прикладным Практическим И Такие Занятия Пользуются У нас Очень Большим Спросом Ну и Я хотел Продемонстрировать Здесь Небольшой Видеоролик О том Как проходит Занятие В нашем Симуляционном Центре Прошу Запустить Видео Занятие По Алеждинный uba Симуля compra И Занятие Продемонстрировать Пут 연습 Небя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok